Я бы не сказал, что это какая-то супер ужасная ситуация, хотя, конечно, это, честно говоря, новый п***ец какой-то. Проблема, на самом деле, в том, что мы будем делать после того, как нас откроют. Очень важная вещь — думать не только о ресторанном бизнесе, но и думать обо всех снежных структурах. Я не согласен, что я должен у кого-то взять 100 миллионов рублей, кому-то их отдать и потом должен быть кому-то. Но другого варианта я не вижу. Доброго времени суток. Это Николай Усков, редакционный директор «Форбс» и наша программа «Форбс Карантин» из запустевшего офиса журнала. Пока редакция работает над майским номером удаленно, мы здесь обсуждаем всякие важные вопросы. С 28 марта пока по 5 апреля закрыты все рестораны и бары Москвы. Я говорю «пока», потому что, скорее всего, карантин продлится дольше. Еще осенью прошлого года мы с компанией «Грейгус» собрали ведущих рестораторов Москвы, чтобы обсудить методологию нового рейтинга «Форбс», посвященного ресторанному бизнесу. Тогда казалось, что Москва уверенно идет к статусу одной из главных гастрономических столиц Европы и мира. Сегодня отрасль находится на грани катастрофы. Единственное, что сейчас растет — это продажи алкоголя. Что неудивительно, многие предпочитают проводить время в изоляции в компании этого надежного традиционного дезинфектора. Например, участник нашего сегодняшнего разговора Борис Зарьков выложил у себя в Инстаграме ролик о том, как он коротает это тревожное время. Борис, сейчас нарастает чувство тревожности, люди не знают, как на новости реагировать, бизнес теряют. Что вы посоветуете в такой ситуации? Значит, я уже переживаю четвертый кризис. И кризис — это нормальный жизненный цикл. Самое главное — это семья, близкие. А для того, чтобы не входить в глубокий стресс и быть, так сказать, в состоянии well-being и не ранить свое внутреннее тело энергетическое, есть два пути. Первый путь, который все используют — это внешние источники, такие как водка. А есть внутренние, которыми пользуюсь я — это медитация. Чем я вам вот всем очень советую заняться? Медитация — это наше все. Очевидно, что ничего хорошего рестораны не ждет. Как вы думаете? Я представлю коротко наших участников. Анатолий Ком из Лозанны наслаждается пением птиц. Борис Зарьков — победитель нашего ресторанного рейтинга Forbes и участник самых престижных международных рейтингов. Илья Тютенков — известный ресторатор. И Александр Сусоев — ресторатор и эксперт. Борис, прежде всего вопрос к вам. Что происходит? Каков ваш погноз? Вот Илья Бухаров, например, президент Федерации рестораторов и ательеров России, считает, что закроется от 30% до 50% ресторанов. Вы согласны с этой оценкой? Закрылись все, по-моему, Николай, нет? Нет, закроются в результате этого кризиса. А, не откроются в смысле? Не откроются уже никогда. Я думаю, что они не откроются. Я не знаю, сколько не откроются. Все зависит от того, насколько это все затянется. Ну а какой запас прочности, скажем, у ваших ресторанов? Нулевой. Нулевой, да? То есть вы зависите от ежедневной выручки. Хорошо. А что делать сейчас сотрудникам ресторанов? Вы их всех уволили или урезали зарплаты? Что делать, да? Есть какой-то антикризисный сценарий? Антикризисный сценарий – брать кредиты и выплачивать им зарплату. То есть вы согласны с тем, что эта мера правительства, она оправдана, да, и она поможет? Я не согласен, что я должен у кого-то взять 100 миллионов рублей, кому-то их отдать и потом должен быть кому-то. Но другого варианта я не вижу. Илья, что происходит у вас? У нас все то же самое. Мы закрыты. Какую-то там пытаемся бессмысленную доставку делать из одного ресторана. Буду повторять те вещи, которые сказали мои коллеги, уже все что-то сформулировали по поводу этого. Запас прочности никаких ресторанов нет. Что дальше с этим делать? И когда это все закончится, никто не понимает. Я тоже не знаю это. Вот. Брать кредиты под пустоту сияющую – больше смысла никакого нет, чтобы раздавать зарплату. Вот. Как помочь сотрудникам? Не знаю, за марта зарплату выдали. Может чуть-чуть, кусочек дадим какой-то запрет. Хотя денег практически там, ничего не осталось. А онлайн-деливери – это как-то работает или это не… Онлайн-деливери, мы лично этим особо сильно не увлекались, потому что специфика наших проектов – про доставку в большей степени. Сейчас все туда ломанулись. Не знаю, по-моему, из нашего ресторана можно на 3 километра куда-то заказать что-то. Вот. Когда это все как бы придет в какие-то… То есть, по крайней мере, мы продолжаем одну печурку подтапливать, одну штуку. Вот. Когда это все закончится – не знаю. Не хочу об этом думать, потому что сейчас на марте надоело. Ничего этого хорошего не дает. Толя, а что происходит в Лозанне? У вас тоже закрыты рестораны и бары? Ну, у нас все закрыто и намного более, так сказать, давно, нежели в Москве. Весь март мы не работаем. Закрыты с начала марта. И как выживают рестораны? Никак. Кто как может. Но, вы понимаете, все же Швейцария – это не Россия. И если я сейчас начну рассказывать своим коллегам, как здесь выживает Швейцария, то они могут меня в следующий приезд в Москве просто избить. Я на самом деле написал один пост в Фейсбуке, который имел большой… Я уверен, что все ребята его читали, которые сейчас присутствуют. Но… или они не поняли, о чем я писал, либо… Я не читал, честно говоря. Я просто Фейсбуком не пользуюсь. Я читал. Ну, слушайте, ребят, судя по тому, что он собрал там… Я даже не буду говорить про лайки, а больше ста, по-моему, шеров… Анатолий, я поясню нашим зрителям, что, если я правильно вас понимаю, речь идет о посте, в котором вы призвали рестораторов взять шефство над врачами и пациентами московских клиник. Так? Да, именно так. Потому что вот сейчас конкретно в Швейцарии все… Кто в состоянии это делать? Просто очень многие рестораны не в состоянии этого делать, потому что они не могут пройти санитарный контроль. И… Ну, вот мы, да, мы поставляем еду врачам, потому что здесь врачи… Они мобилизованы как военные, они практически не выходят из госпиталей. Понятно, что их все равно кормят, но… Ну, очевидно, что людям, которые падают с ног от усталости, им, наверное, хочется… Помимо всего прочего, какого-то тепла, да? И я вам могу сказать, что очень тяжело встать в эту очередь, потому что практически все швейцарские рестораны хотят участвовать в этой программе и доставлять врачам бесплатную еду. И я очень серьезно удивлен. Я… Я просто хочу, чтобы меня правильно поняли. Я… Я, в принципе, большой противник любой благотворительности. Я в этом смысле лучше правый человек и считаю, что… Ну, не важно, а поставим это в стороне. Просто я думаю, что это такой момент, который могу очень серьезно объединить тех рестораторов Москвы и выступить им единым фронтом не с позиции лизания задницы власти, а с позиции неких требований. И я думаю, что врачи бы их в этом смысле поддержали. Я писал о том, что нужно сначала дать, а потом требовать, а не просить. Вот короткая такая формула. Нужно сначала отдать, а потом требовать. Борис и Илья как раз говорили, что нечего давать. Нет просто никаких возможностей. Ну, я не верю. Почему нечего давать? Я в это не верю. Вы отдали… Слушайте, я плачу больше 100 миллионов, наверное, миллионов 200, может, в год плачу налоги. Что, я мало отдал? Нет, конечно, много. Ну и что, зачем мне сейчас идти дыру эту увеличивать? Во-первых. Во-вторых, какая больница сейчас здравомыслящая еду у меня возьмет? Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не хочу спорить. Я бы сказал свою позицию. Возможно… Нет, потому что мы… Я считаю, что государство нам обязано помочь. Потому что если государство нам в таких случаях не помогает, тогда непонятно, за что мы налогим. А если вы так вот считаете, что оно обязано вам помочь… Да. Я-то тоже так считаю. Я тоже так считаю, на самом деле. Что государство вам обязано помочь. Причем вам, я сейчас имею в виду, вот конкретно вас, допустим. Спасибо, Анатолий. Нет, нет. А при чем здесь спасибо? Потому что столько, сколько вы сделали для имиджа России в мировом, прошу прощения, масштабе, вот именно вам государство обязано помочь. И меня просто раздражают некоторые ваши коллеги, которые пытаются спросить. Я считаю, что просить нельзя, нам требовать. Вот в этом я с вами согласен. Александр. Вот, в принципе, вот и все, что я хотел в своем посте там донести, да, то, что, ребят, будете просить, будете посланы далеко и надолго. Вы должны не просить, а требовать. Просто, допустим, если у вас White Rabbit Group есть серьезное мировое имя и мировые достижения, то у ребят, ну, помладше и поменьше, да, таких достижений нет. Поэтому я, в принципе, писал больше для них. Вы могли бы быть флагманом, допустим, в этом процессе, да. Но я уверен, что в ближайшую больницу доставить десять ланчбоксов для того, чтобы хирурги или любые другие врачи, нянечки, кто угодно могли бы просто чуть-чуть поесть. Это стоит 50 рублей себестоимости. Не мне вам рассказывать. Александр, включитесь в разговор тоже. Как вы относитесь к этой инициативе? Я знаю, доподлинно, что рестораны уже возят в больнице. Просто у меня в этом сообщают лично и очень просят об этом не сообщать и не писать по очень простой причине, потому что все боятся обвинений в том, что их потом обвинят в хайпе. А их обвинят, Саш. Я вообще считаю, что это социальное преступление. Я знаю, поэтому мне кажется, что это социальное преступление. Сейчас из ресторана возить в больницу веду. Это социальное безответственное преступление. Сто процентов. Александр, а вы согласны с тем, что сейчас рестораторов, в общем, практически не осталось выхода? Или все-таки нужно развивать онлайн-сервисы? Потому что почти все аналитики согласны, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, приведет к лавинообразному росту любых онлайн-сервисов, онлайн-продаж. Может быть, это шанс наоборот? Мое мнение очень простое по этому поводу. Большим ресторанам, где очень дорогое обслуживание, как у Бориса, например, или у Ильи в угольке, онлайн-доставка, продажа сертификатов и прочего, она им не сильно поможет. Но у меня там перед глазами десятки случаев, когда то же самое начинали делать маленькие кафе с невысокой арендой кофейни и прочее. И уже есть четкие примеры, когда на продаже онлайн-сертификатов, депозитов на будущее люди отбили там уже 80% аренды месяца. То это отбил ЗП. Но это касается только маленьких игроков, которым могут помочь в сумме 500-1000 миллион и прочее. Как 500-1000 и миллион могут помочь Борис с Ильей, я не знаю. Но почему так считаете? Мне кажется, что в карантине оказались не только люди среднего класса или малоимущие, но и богатые люди. Сейчас говорю про стоимость бизнеса. Мне кажется, что у Бориса сумма содержания проекта в месяц гораздо больше, чем миллион. Ну, очевидно, да, арендные платежи, очевидно, большой штат квалифицированный. Но, тем не менее, с этими издержками можно что-то сделать. А на доставке для обеспеченных клиентов, мне кажется, можно построить новый бизнес, нет? Вот, допустим, мы в Еве запустили доставку за две недели до запрета. Потому что я был один из тех, кто первый начал говорить, что давайте уже думать про понижение ставок и как-то более бережно относиться к себе. Мы очень быстро подключились к Яндекс.Иде. Наша доставка растет каждый день и она уже составляет больше 25% ежедневной выручки. Это сколько в день, Саша? В рублях? Да. Ну, слушай, примерно от... Мы начинали с 50, сейчас уже 150. Еще как 100 тысяч тебе помогут? Они не помогут, но просто, когда говорят, что выручка от доставки 5-10%, это не так. Илья, вы по-прежнему уверены, что доставка вас не спасет? Слушайте, мы сейчас вообще размышляем, знаете, как люди, которые сидят на верхней поверхности ледника, который начал съезжать и ускоряется. Да, да, да. Я тоже все же об этом думаю. Да, то есть это такая ситуация, вроде сейчас пока еще ничего не беспокоит. В целом даже прикольно, что-то в этом есть. Но, в принципе, уже вспотело все. Ну, то есть, как бы, я вообще окуплился и сейчас в одном дне нахожусь внутренне. Потому что, на самом деле, я думаю, что все наши прогнозы, это будет как-то не так, не так и как-то по-другому. Точно будет какая-то новая карта реальности. И вообще, у меня ощущение, что мы стоим перед какой-то новой вообще мировой парадигмой, вообще, в принципе, в взаимоотношениях, в ощущениях и все остальное. В этой ситуации, конечно, хотелось бы не потерять человеческие достоинства и продолжать делать какие-то полезные дела в рамках своих возможностей. Это не важно, кормить поваров ли, или раздавать деньги людям, которые очень сильно нужны. Если, опять же, эти деньги есть, есть что раздавать. Оно всегда, знаете, помогает, в принципе, внутренний настрой. Само пожелание в голове вот этого СТО уже можно даже и без денег. Потому что я так понимаю, что, в принципе, все эти истории связаны с боготворительностью. Это просто немножко удар под дых эго. Когда ты чуть-чуть от себя в сторону кого-то другого, но не себя, делаешь какой-то импульс. И в этом есть сакральный смысл всех этих вещей. Поэтому кто-то делает, пиарится, никто не делает. Зачем нам вообще это обсуждать? В принципе, за этим всем сейчас просто можно только наблюдать. Ни одно действие какое-то в течение этого года не будет вообще влиять ни на какие глобальные выходы и исходы. Здесь, в принципе, все гораздо серьезней. Но я бы не сказал, что это какая-то супер ужасная ситуация. Хотя, конечно, честно говоря, это трагедия и все остальное. Но, по большому счету, человечество все время жило в такой ситуации. Неизвестность в будущем, страхи за будущее, тяжеляки из прошлого, хочу-не хочу, больше-меньше, война. Ну, короче, у людей все то же самое на планете Земля. Ничего не менялось. Никогда. Сейчас просто динамики прибавилось. Непостоянство – это наше все вообще. Самое стабильное – непостоянство вообще во всех. Мне кажется, когда занимаешься бизнесом, вообще глупо рассчитывать на стабильность и постоянство. У тебя всегда прилетают какие-то сюрпризы. Не, но если ты занимаешься бизнесом, связанным с игрой на балалайке в переходе, как бы, в метро, то, наверное, в принципе, это вообще просто абсолютный дзен. Если ты опираешься на какие-то материальные обязательства по отношению к внешнему миру, то тут как-то хочется некую стабильность в нестабильном океане получить. Сейчас вообще непонятно, на какую кончику наступить и что делать. Хуже всего в такие времена погружаться в депрессию и говорить, что если привычный мир утрачен, то не доставайся ты никому. Не надо ни на какого мира. Мы же всегда, в принципе, оказываясь в любой ситуации, ищем из нее выход. Это нормальное свойство человека. Это позволяет нашей популяции вообще выживать. Может быть, все-таки подумать о том, как найти какие-то, так сказать, новые точки опоры в этой меняющейся реальности? Нет? Вот сейчас точка опоры спит дома. Наш корреспондент Ярослав Бабушкин подготовил интервью с Владимиром Перельманом, известным ресторатором. Специально для этого выпуска небольшой фрагмент этого интервью. Владимир продает свой майбах, чтобы платить зарплату сотрудникам. Очень просто взять, продать майбах, взять деньги из кубышки. Не такая она, кстати, и большая, к сожалению. Но у тебя много ресторанов, а я боюсь, что одним майбахом ты не отделаешься. Очень просто обанкротиться и сказать людям, простите, ничего не получилось. И сидеть спокойно, пережидать вирус еще в тех странах, куда можно вылететь. Я только вчера осознал, что я никогда в жизни не закрывал рестораны. Вроде бы ты ведь не осознаешь, что это такое. А потом, когда ты начинаешь углубляться вот в эмоции, в воспоминаниях, как ты это строил, сколько ты сил потратил, сколько люди потратили сил, сколько ты денег потратил, сколько ты денег партнеров потратил и так далее, и так далее, и так далее. И ты в этот момент начинаешь понимать, что, блин, по-моему, хочется плакать. Вроде бы уже, а вроде бы и не надо. И мы приняли вчера решение, что мы закроем наш первый ресторан «Тинта». Это мой главный с точки зрения эстетики и красоты проект. Это такой проект про хорошую высокую кухню, про дорогие продукты. Очень дорогой проект с точки зрения инвестиций. И когда я сравниваю вот эти состояния от того, что ты должен закрыть… Кстати, я помню, ходил Олег Тиньков, мы сейчас вставим фотографию. Да, 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 да. Да там много было, Наташа Водянова была и… Кого только не было. В общем, когда я на чашу весов ставлю закрытие ресторана и начинаю чувствовать, что я буду испытывать, и проблемы с продуктами, они меркнут. Проблема в том, что мы, к сожалению, для себя закрыли сейчас на это глаза. И я с ужасом вчера весь вечер и полночи думал о том, что, блин, у нас и сервис стал хуже, количество людей мы уменьшили в ресторанах, у нас и продукты стали хуже, у нас и актуальность прямо… Ну, кажется, что все сыпется, кажется, что все уходит из-под твоего контроля. И это так и есть. И весь мир уходит из-под нашего контроля. Но он никогда не был в контроле. Мы никогда не контролировали этот мир. Была только такая большая иллюзия. Рыбу будем есть дома. Вот сегодня разговариваем с Кусвиллом. Они крутые ребята, они поддерживают бизнесменов, они поддерживают очень сильно Настю. Она рассказала, что они прямо ей лично учредители помогают. И им хочется сказать суперогромное спасибо владельцам Кусвилла, потому что вы ребята настоящие и молодцы большие. И сегодня они вышли на нас в том числе и предложили встать к ним на полку по какой-то такой сокращенной программе, быстро начать продавать… Это что-то типа рационное питание? Полуфабрикаты, рационное питание. Кондитерка у меня хорошая есть, 18 человек сидит и не понимает, чем делать в цеху, потому что «Жемчуга» мой главный такой сетевой проект в депо просто на 90% просел. И шеф-обжарщик с огромной зарплатой стоит, готовит кофе. Мы пытаемся найти новые возможности. Я не понимаю пока что для начала, где взять силы. Потому что одновременно мы занимаемся сейчас каким-то залатыванием каждодневных новых дыр. И они абсолютно какие-то бестолковые. Потому что начинается пир во время чумы в плохих смыслах этого слова. Это не просто обжорство. У тебя начинают хантить персонал. То есть мне просто… Куда хантить? Ну куда-то. Другие рестораны тоже? Ну то есть условно есть большие сети, у которых есть запас прочности. Есть регионы, где еще ничего не началось. В Макдоналдс? Почему? Ну, есть большие сети рестораторов, большие ресторанные группы. Я не знаю, кто именно хантит. Но я точно знаю от хэдхантеров и от своего персонала, что им звонят прямо каждый день, каждую секунду. Ну что, вы еще не померли? Как это мем? Вы еще не работаете за еду? Да, вы еще не работаете за еду. А по сути, конечно, много уже кто работает за еду. Так вот, начинается разрывание организма. Начинают нас растаскивать во все стороны. Поэтому я, с одной стороны, пытаюсь погасить пожар вот этот. С другой стороны, открыть новые возможности. А вы согласны вообще, друзья, я ко всем уже обращаюсь. Вы согласны вообще, собственно, с мерами, которые предпринимают правительство в разных странах? И как уже многие... Передается. Да, передается. Вы согласны с тем, что эти меры оправданы? Потому что многие сейчас пишут, что лекарство, которое нашли от коронавируса, лекарство в кавычках, оно опаснее, собственно, самого коронавируса и способно погубить, в принципе, человечество. Потому что, если люди начнут умирать от голода, наверное, это хуже, чем если они будут умирать или болеть от ОРЗ. Как вы к этому относитесь? Вообще, нужен ли этот карантин? Нужна ли эта изоляция? Может быть, действительно? Конечно, нужен карантин. Потому что это позволит меньше проблем с людьми получить. Не, ну рано или поздно деньги закончатся, еда закончится. Будут голодные толпы людей, которые выйдут на улицу. Если, в принципе, элита не понимает, с чем это может потенциально закончиться, что еще делать? Требовать? Ну, требовать будут какие-то, наверное, другие люди. Много их будет. Я не могу давать оценки тому, в чем я ничего не понимаю. Я не врач-вирусолог. Я бы сдержался здесь от комментариев. Единственное, что я хотел бы сказать о ремарке Александра. Вот здесь сидит господин Зарьков. И некоторые его проекты – это музеи, понимаете? Это национальное достояние. И осуществлять их в режиме доставки просто смешно. Ну, это бред, но давайте доставьте мне из Эрмитажа какую-нибудь картину домой посмотреть. Ну, можно придумать новое меню. Тот музей и тот шедевр искусства, гастрономии, который они делают, его виртуально показать нельзя. И доставить его, в принципе, тоже нельзя. Поэтому я не понимаю, как... Ну, грубо говоря, если бы я был там каким-то влиятельным чиновником, то, скорее всего, ну, в первую очередь, конечно, я бы помогал White Rabbit Group. Спасибо. Ну, это так, из области мечты. А, в принципе, я могу посоветовать только потому, что у господина Зарькова, допустим, есть тоже такие же замечательные проекты, которые, с моей точки зрения, доставке не подлежат. Потому что вы не можете доставить атмосферу, вы не можете доставить общее впечатление от того, что получают люди, когда приходят в заведение к вот этим двум рестораторам. Это как можно доставить? Вы сейчас про что говорите? Смешно. Кофе, да, я могу понять, как можно доставить. Как можно доставить пиццу и, не знаю, бургер тоже я могу понять. А как доставить искусство на дом? Ну, это смешно. Если это ремарка... Поэтому все, что я могу посоветовать ребятам, это, ребят, давайте, ну, не знаю, приезжайте ко мне, что ли. Ну, никого не пустят. Проблема не в том, что сейчас мы все закрыты. Проблема, на самом деле, в том, что мы будем делать после того, как нас откроют. Вы вряд ли восстановите поток сразу, тут же, на следующий день, правда? А что делает швейцарское правительство, чтобы помочь индустрии общественного питания? Швейцарское правительство делает следующее. В этот четверг, то есть позавчера, было последнее заседание, где был принят окончательный пакет мер по помощи малому бизнесу и среднему, куда входят рестораны. Дальше было объявлено следующее, что всем, кому нужно до 500 тысяч франков, то есть это где-то по нынешнему курсу, там в районе, наверное, 50 миллионов рублей, вы просто на сайте пишите заявку. Хорошо, что вы все сидите, ровно на следующий день вы получаете деньги на счет, все. Без какого-либо обоснования или как это выглядит? Без какого-либо обоснования. Вот я хотел здесь прикупить еще два ресторана до всей этой каталасии, а теперь ребята просто вот так с неба получили деньги, и мне придется по-новому вести с ними переговоры. Деньги беспроцентные на 60 месяцев, то есть на 5 лет. Александр, формулируя требования к власти, что бы вы сейчас потребовали? Мне кажется, тут очень важная вещь думать не только о ресторанном бизнесе, но и думать обо всех смежных структурах. Потому что когда рестораторы говорят про снижение аренды, то они забывают про то, что собственники помещений точно так же платят много платежей, как и налоги, так и ЖКХ и прочее. Соответственно, мне кажется, что все циклы, по которым пишут рестораторы, мне кажется, что еще нужно продумать чуть глубже и давать льготы и всем последующим бизнесам, которые обслуживают ресторанный бизнес. Сейчас, допустим, ряд агрегаторов снизил процент на доставку. Это хорошо, но есть еще куча обслуживающих компаний, которые тоже хотели бы получить какие-то льготы и бонусы. То есть все письма, которые я читал, они были написаны, как мне кажется, очень вероуровнево. Именно поэтому многие над ними посмеивались. Потому что они были очень такие воздушные и верящие в волшебство. Никто не продумал это гораздо глубже и дальше. Вы говорите про письма от Деловой России и от прочих организаций лоббийских? Я не читал все письма. Я видел три письма. Три письма были из серии «Убрать аренду в ноль» — это была позьба государства. Убрать аренду в ноль, убрать налоги, убрать все. Мне кажется, что если бы люди, которые писали письма, писали бы письма, что убрать аренду и освободить от налогов в том числе собственников помещения, это было бы гораздо логичнее и более правильнее. Друзья, надо заканчивать. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, я не знаю, сайта зрителям? Как это назвать теперь? Здоровья и все. Здоровья, да? Приятного аппетита, может? Сейчас больше ничего желать не надо. Спокойствие в уме. Да, и спокойствие в уме. Толя? Я присоединяюсь только к спокойствию и здоровью, больше ничего. Я бы пожелал ответственнее относиться и действительно полностью сократить либо максимально минимизировать выходы в общественные места. Потому что у меня окна выходят на парк и на улицы. И тут очень много гуляет людей. Из-за того, что все дома. Хорошо, друзья. Я всем вам желаю доброго здоровья. Не падать духом. Взаимно. Буду очень скучать без вас. Рад был всех увидеть. Спасибо. Это была программа Forbes карантин. Будьте здоровы и до новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok